Всем привет! И в этом видео я расскажу о европейском маникюре, в чем его особенность и как его сделать в домашних условиях. Итак, что же такое европейский маникюр? Это самый безопасный маникюр, потому что мы вообще не используем ножниц. То есть кутикулу мы не отрезаем, как привыкли, а отодвигаем апельсиновой палочкой. Это не обрезной тип маникюра. В этом маникюре не нужно заморачиваться с ванночками для ногтей и предварительно распаривать кожу рук. Все манипуляции с ногтями мы делаем только по-сухому. Также европейский маникюр это универсальный маникюр. Он подходит как девушкам, так и парням. Его очень просто и быстро делать в домашних условиях. Ну что, заинтригованы? Давайте приступим к технике. Первый этап это очищение кожи рук. Обязательно моем руки самым увлажняющим мылом, который у вас есть. Насухо вытираем чистым полотенцем. Следующий этап это придание формы. В европейском маникюре принято, что форма ногтей должна быть зеркальная в форме вашей кутикулы. То есть более округлая. Не забывайте, что пилочкой мы двигаемся только в одном направлении. Следующий этап это уход за кутикулой. Я наношу специальное средство для удаления кутикулы. Через 10 минут промакиваю остатки ватным диском. И очень аккуратно отодвигаю ее с помощью апельсиновой палочки. В этом маникюре мы очень деликатно работаем с кутикулой. Следующий этап это шлифовка. Используйте любой бафик или полировочную пилочку. Наша задача выровнять, а также придать блеск ногтевой пластине. На этом в общем-то можно и закончить. Следующий совсем необязательный этап это нанесение прозрачного лака или любого лечащего лака. Опять же с функцией придания максимального блеска. И последним этапом является увлажнение кожи. С помощью любого увлажняющего крема также можно сделать приятный массажик для рук. Итак, какие же плюсы европейского маникюра? Первый и самый основной это нет покраснений как после обрезного маникюра. Секрет простой. Вы не травмируете кутикулу, она не воспаляется. Отсутствие риска заражения крови. То, чего мы очень боимся в маникюрных салонах. Даже если мастер работает супер аккуратно, маленькая совсем незаметная ранка может наделать проблем. Основными заболеваниями, которые можно подхватить в маникюрном салоне, является не только грибок, но и гепатит С и Б, и даже ВИЧ-инфекция. В европейском маникюре мы не используем ножницы и щипцы, поэтому он абсолютно безопасен. Следующий плюс это практичность. Он сочетается с любым вашим нарядом. И по сути выглядит как просто красивые, чистые, ухоженные ногти. Также такой маникюр можно делать вместе с вашим молодым человеком в одном салоне. И это не будет казаться странным. За счет того, что маникюр мы делаем по-сухому, мы ничего не распариваем и не размачиваем, повышается долговечность лака. Европейскому маникюру нужно минимум приборов. Достаточно хорошей пилочки и апельсиновой палочки. А значит вам не нужно тратиться на дополнительные инструменты. Это самый простой и бюджетный маникюр. Мне лично европейский маникюр очень полюбился. Его делать очень быстро и ногти выглядят ухоженными и здоровыми. На этом все. Вот такое вот получилось видео. Если оно вам показалось полезным или интересным, не забывайте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить больше видео о ногтях. А я вас всех целую и пока!